Сточные воды города Бишкек и частично Чуйской области стекают по коллектору в очистительную систему. Здесь происходит первая из трех этапов очистка. Все пищевые и твердобытовые отходы проходят через решетки, а после отвозятся на мусорный полигон, находящийся на территории службы водоотведения. В цехе получается мусора около тонны выходит, но когда дождей, получается больше мусора, так как промывают центральные трубопроводы и весь мусор приходит сюда. Бутовых отходов в основном памперсы, тряпки, бывает скотина там, мертвые, там барашки, ну то, что такие вот. И летом в основном помидоры, огурцы, это когда происходит консервация. Следом сточные воды направляются в песколовку, затем в отстойники. Из-за агрессивной среды сточных вод трубопроводы, металлокаркасные и железобетонные конструкции затронула коррозия. Станция аэрация нуждается в масштабной реконструкции и модернизации с применением новейших технологий. Очищается сточная вода с помощью микроорганизма. И поступает на вторичный отстойник, там отделяется. Помощь элоскропом собираем и циркуляционный самотеком идет. Оттуда и обратно подаем. Производим отбор воды, которая проходит через аэротенки. Аэротенки очищают воду, насыщают ее кислородом. Она становится живая. И каждое время мы еще проверяем активный ил. В 8 часов ровно мы приходим, проверяем дозу активного ила, относим ее в химбак-лабораторию наших очистных сооружений. Лаборанты проверяют дозу активного ила в миллиграммах, сколько находится в воде. На станции работают 240 человек, но из-за низкой зарплаты происходит отток кадров. Тарифная политика на услуги водоотведения не соответствует тем затратам, которые необходимы для очистки стоков по нормативам. Оборудование и сооружения, введенные в строй прошлого столетия, уже отработали свой срок и нуждаются в замене. В наших силах, по мере возможности, мы делаем ремонтные работы. Но этого мало. Требуется большой вклад инвестиций, чтобы сделать реконструкцию очистных сооружений. Работники получают зарплату в пределах 13-15 тысяч самов. Это мало, недостаточно. Идет большой отток кадров очистных сооружений. Молодежь сюда не приходит, а остались только старые работники. К новому предстоящему году планируется завершение строительства канализационного коллектора протяженностью в 11 километров. Работы проводятся в рамках проекта реабилитации систем водоснабжения и канализации города Бишкек, финансируемой правительством Швейцарской конфедерации. Трубопровод свяжет новую канализационную ветку с очистными сооружениями Бишкека.